Сегодня в Чувашии проживают более тысячи граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. В санатории Чувашия-курорт прошла уже третья ярмарка вакансий для переселенцев, на которой и побывала наша съемочная группа. 154 гражданина Украины обратились в центр занятости совсем недавно, а 116 из них уже трудоустроены на предприятия города Чебоксары. Рабочие места предлагают более 50 организаций города, но без трудностей, конечно, не обошлось. Как оказалось, многие профессии приезжих не совсем подходят нашему региону. Есть горники, шахтеры, которых совсем сложно трудоустроить. Есть сварщики на каких-то подземных установках, машинисты на подземных установках. Тем не менее, предприятие исходит из того, что можно чему-то доучить и принимают. В нашем же регионе, как правило, требуются несколько иные специалисты – инженеры, энергетики, операторы швейных машин. Требуется в основном тот же окон, готов трудоустроить более 300-400 человек. На промтрактор требуется много рабочих специальностей. Электротехническое предприятие тоже нуждается в коллективных специалистах, в электротехнической отрасли. В принципе, промышленность Чувашской республики может удовлетворить потребности всех беженцев из Украины. Однако многие из предложений остаются невостребованными. Приезжих не устраивают условия. И главное – зарплата. Претензия одна, что у многих семей есть по трое детей, и им не хватает заработной платы, которая предоставляется здесь. То есть зарплаты есть маленькие, есть более-менее достойные. Но с учетом того, что у нас 30% подоходного налога, и зарплаты 15 тысяч, получается, грубо говоря, 5 тысяч уходятся в налоговое. Многие граждане Украины, находящиеся в столице Чувашии, планируют в скором времени вернуться к себе на родину. Остальные же активно посещают ярмарки вакансий. Одним из главных остается вопрос жилья. Да, лишь 194 вакансий включают в себя предоставление Временного дома украинцам. Но, как говорят в госслужбе занятости Чувашии, многие предприятия стараются помочь беженцам снять квартиры на выгодных условиях. Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Республика.